Всем привет! Сегодня я расскажу вам, что такое кракозябры у систембака. Вот посмотрите, английская версия запускается вот таким вот образом. То есть появляется нормальное меню загрузки, идет загрузка и все, образ грузится прекрасно. Загрузили образ, он нормально загрузился, то есть из образ созданной программы систембак на английском языке с английской менюшкой работает нормально. Вот так выглядит образ созданной программы систембак, но с русской менюшкой. То есть вот меню загрузки, пользователи это и назвали кракозябрами. То есть вот образ загрузился, все работает, все нормально, но вот единственное вот это вот менюшка с кракозябрами портит все впечатление. Вот я вам еще раз покажу для сравнения. То есть обе версии настроены, все работает нормально, но при загрузке, значит, там где создавалось с русским меню, то есть где программа систембак была вот на русском языке, то мы получили, как говорится, вот такую вот кракозябру. Поэтому у меня лично без разницы, я всегда у себя поэтому и выставляю. Не русский язык, а просто ставлю английский, все, выключаю, еще раз включаю, вот у меня уже все пошло на английском. То есть для меня проблемы нет. Ну, скажем так, для любителей русской словесности и русского языка, значит, вот посмотрите, вот такая вот маленькая неприятность имеется. Если вы с ней готовы мириться, ради бога. Значит, какие могут быть подходы к решению этой программы? Значит, файлик, где находится эта менюшка, он располагается вот по этому адресу. Видите, да? И у файлика имеется расширение QM. Редактор этих файлов может быть скачан вот отсюда. Вот название. Дальше, чтобы еще больше упростить задачу тем, кто все-таки не поленится и возьмется за работу, значит, вот показываю. Это вот официальный веб-сайт. Вот отсюда, значит, с главной страницы Download Open Source можно скачать программу, редактор вот этих файлов. Задача вам еще более упростилась вот таким образом. Посмотрите. Вот вы просто идете на мою кладовочку. Вот сюда. На Мега. Идете просто в Linux программы. Идете, значит, в Кракозябры. И здесь скачиваете все необходимое. Здесь уже вот этот вот скачанный пакет редактора файликов с расширением QM. Вот. Он запускается, просто по нему клик. Кликаете и начинается установка пакета. Здесь, значит, указан, значит, вот путь, который я вам показывал, где находится файлик этот. Значит, ну, тут две картинки, значит, которые вы только что видели. И, значит, сам файлик с русской менюшкой, с Кракозябристой, отдельно можете просто взять и рассмотреть. Практически, для тех, кто желает помочь русскому, значит, сообществу, ради бога, все карты вам в руки. Выглядит редактор QM, значит, вот таким вот образом. То есть, нормальный интерфейс там на русском языке, просто кому-то нужно посидеть, разобраться с ним, подправить менюшку и сделать доброе дело, значит, для русского сообщества. Вот и все. Тут вот можно файл, открыть файл или проект. У меня на рабочем столе этот файлик сохранял, вот он он кое. Вот его откроете, и тут сидите, смотрите, думаете, там, что, как. У меня, в принципе, проблем нет, поэтому я особенно время на это тратить не буду. Но многие пользователи, они, значит, жалуются, что вот у них вот такая вот менюшка с кракозябрами. Значит, свои подходы к решению я вам упростил, да нельзя. То есть, причина ясна. Есть программа, при помощи которой можно все это дело починить. Остается просто, значит, человек, который поработает головой и ручками, подправит менюшку, отправит этот файлик мне и Сергею Тимченко. И мы тогда в свои сборочки уже включим этот файлик, и на наших сборочках у всех пользователей будет SystemBug на русском языке с русской менюшкой. Значит, вот таким вот образом. Как связаться, значит, с Сергеем Тимченко найдете. Значит, как связаться со мной тоже. То есть, вот, все, пожалуйста, это вот как со мной связаться. И скайп мой есть, и почта. Можете этот файлик даже на почту мне прислать, без разницы. К Сергею можете послать, к Тимченко можете послать вот Серго Тим. Вот сюда. Значит, я только попрошу его, чтобы он еще свое мыло на всякий случай, значит, сюда написал. И тогда вы можете им этот файлик просто прямиком послать, чтобы он включил, значит, его в сборочке. Вот таким вот образом. Поэтому, значит, если у кого-то есть желание помочь, значит, обществу любителей Linux Mint, и в частности программа SystemBug, вот у них такая, скажем, есть задача, которая облегчена до немаги, то есть все необходимое есть. Требуется только все это дело себе скачать, посидеть, поразмыслить, подправить, проверить, как работает программа SystemBug, потом ее проверить на виртуальной коробочке, и если все будет нормально, как говорится, работает, если менюшка загрузочная будет на русском языке, вам будет, как говорится, большой респект и уважение от многих и многих пользователей этой программы. Скажем, необычный видеоролик, где я, значит, призываю, значит, людей оказать помощь, скажем так, себе самим. Так что жду ваших откликов по поводу кракозябры. Желаю всем всяческих успехов и удач. До новых встреч!